У них машины есть, деньги есть, голосовать они могут, а власти у них нет все время. И главное, гиг-лидер все время, председатель правительства, понимаете? И вот этот однополярный мир, в который Путин сцепился, и за который его все долгали. Да потому что он за суверенитет нашего отечества борется. Потому что однополярный мир для нас – это выход из однополярного мира. Понимаете? Ну, а кто ему помогает? А кто на его стороне? А против кого он борется? Против вас? Потому что вы же в иностранной юрисдикции, нет? Нет, да. Ваша юридическое лицо где зарегистрировано? За рубежом? Вот ведь не хотите говорить. За рубежом ваше юридическое лицо зарегистрировано на полипе собственного? На вашем паспорте? В области. Ну вот, ну скажите. Так вы же не знаете, что субботник Ленина – это предприятие, которому сто лет. Да, я понимаю. А оно сейчас принадлежит иностранным собственникам, которые, возможно, принадлежат вам. Я с этим не спорю. Ну тогда раскройте свою цепочку собственности. Я собственник. Ага. И у вас на паспорте это, да? Через напрямую? Да. Да? А может и через иностранную юрисдикцию? Нет? А давайте проверим. А вот прибежали на вас иностранные? Проверим. Да, иностранные. Но это хорошо. Россия с ее третьим мировым богатством должна не один процент иметь, а должна иметь иностранных товаров и все еще хотите. То есть минимум мы должны иметь национальный доход раз в 20 выше. Потому что так страна все-таки одна, седьмая часть человечества по площади. Вы имеете. Вот все очень просто. Я понимаю, вы хотите перейти на личности. А я сейчас говорю о системных реформах Путина. Поэтому дальше все это расписывается. Вот эти триллионы по регионам, количество заводов, как это будет строиться. Конечно нет, потому что нету реализации указов Путина. А указов Путина не реализации. А потому что вы его не поддерживаете. Ну что? Ну что, ну это какая-то шизофрения. Ну это шизофрения. Ну человек, который сидит в Государственной Думе от Единой России возлагает ответственность на нас, фермеров. Да вы что совсем, что ли? Да кто виноват во всем этом? Я вам правилу вообще не говорил. Я говорил, как делать. А вы у нас раз виноваты. Вы что такое? Мы не поддерживаем Путина. Если вы за него голосовали, как еще нужно поддержать? А вы за что голосовали в Думе? Можно продолжать? Что делать? Что делать? Поддержать. Помогать Путину и Бостритину готовить конституционную реформу. А почему вы так залегаете, чтобы мы вновь проголосовали в марте за Единую Россию, за Медведева и Путина? И тем самым поддержали. В конституции написано, что Россия это социальное государство. Те люди, которые выводят за границу, а это преимущественно люди, которые приехали к нам из Питера какое-то время назад, и выводят за границу, и подождите, вы говорите, Ротенберги, это люди, которые, как вы считаете, тоже в... Подождите, подождите. Я говорю о Дону. Президент говорит, что нужно все делать по закону. Вы с этим согласны? Конечно. Законы пишите вы? Вы с этим согласны? Я согласен. Как это? Вы точно проголосовали за правонарушения? Вы не согласны. Законы пишут иностранные специалисты. А вы за них голосуете? Вы же проголосовали за все законы законы. Слушайте, давайте так. Вы только что проголосовали за государство Центрального Банка и утвердили это. Вы же голосовали за правонарушения. Тут начинаются всякие... Я вам говорю, как решать проблему. Решать проблему только один образом. Нужно выполнить конституцию Российской Федерации. А именно, у нас социальное государство, поэтому образование страха не должно быть бесплатным. Земля должна принадлежать народу. Обратитесь в МВФ, оно вам это сделает. Ну потому что вот программа МВФ, по которой Россия давно... Ну вот вы по ней и живете. Вот она. Субтитры создавал DimaTorzok